Собачья площадка Все больше зарастает собачки кленами Все меньше остается на ней следов плодовых деревьев Вот они лежат, плодовые деревья, вырванные с корнем Укрывает землю сон трава Нет следа былых фиалок Когда-то все здесь было заросшее фиалками Кое-где, по-моему, пробивались у тюльпанов Эту местность хотят неким образом застроить Проложив тут ни то дорогу, ни то воздвигнув небоскребы Это самое, пожалуй, родное место в Киеве Собачья площадка Зеленые кусты, поросшие плодовыми деревьями Кленами В кое-где склоны террасированы И примыкают к забору ботанического сада На собачьей площадке есть две основные тропы Верхняя и нижняя Нижняя сейчас весьма заросла А по верхней ходе Желающий попасть в ботанический сад через дырку Да, тут мы ходили гуляли с собаками Мы тут катались на санках Тут уже позже, когда я переехал в другой район Мы с братом приехали сюда хоронить моего пса Бобика С которым мы много гуляли по собачьей площадке По ботаническому саду По наводничьим, по парку Примакова А вот дорожка, на которой мы с братом ездили на санках Тут развивалась большая скорость Мы раскатывали дорожку до состояния жёлоба На пути нашем встречались трамплины И каждый из них имел своё название Например, Арсалом Потому что там сломались санки Нашего двоюродного брата Арсения А вот тут буквально выносило зигзагом И ты вылетаешь на санках к подпорной стене Либо, если не удерживаешься на трассе То тебя уносят туда, на обочину Когда там росли кусты И вот мы Или уже Эти бывшие кусты превратились в деревья Не знаю И вот мы Иногда падали туда Вниз И зависали на ветвях кустов Это росла груша Она давала мелкие плоды Груша-дичка Вот он замечательно пахнет Цветут Правда, уже редкие здесь Но всё же цветы Сон, трола И какие-то неведомые мне фиолетовые цветочки Куда же делись дико растущие фиалки? Неужели они спрятались в это дупло? Дупло населено муравьями Там целый муравьиный город Не есть числа мусору человеческому Там за решеткой Липовая аллея ботанического сада Собачка Собачка крутым склоном Кое-где террасированным Выходит к длинной опорной стене Что как бы охватывает удолье В котором лежит бастионный переулок И находящиеся в нём дома Вот этот дом передо мной За листвой Так называемый дом художников В Киеве несколько домов художников Есть один на Кургановской улице Но этот дом художника Пожалуй, самый знаменитый Но в самом деле Ну и сейчас живут И раньше Жили художники, скульпторы А наверху На верхних этажах Располагались их мастерские Продолжаем шествовать вдоль забора Чтобы упереться в тупик К тупику Будет пришедствовать Ещё один яр Между прочим Все дыры сейчас В заборе Заварены Потому что Скоро будет сезон Цветения сирени И Людей через дыры Пущать не велино Вот яр Огромный яр Некогда Когда вот там Где сейчас Трудятся работники Ботсада Там В стороне Розария Раньше Находился Зверенецкий форт Пороховые склады И когда он существовал А существовал он До того Как взорвался В 1918 году Тут находилась Дорога Из форта Если мы пройдём дальше То упрёмся В забор Частного сектора На улице Мичурина Старого частного сектора Там осталось Очень немного В той самой Улице Мичурина Где находятся Зверенецкие пещеры И этот забор Он идёт вниз По краю яру Что же Повернём И пройдём В обратную сторону А свернём на тропку Вправо Когда-то тут не было Столь заросшее Когда-то Я помню это Я помню это Со всех сторон Росли вишни Это жалкие их остатки Мы выходим на бывшую Спортивную площадку Когда-то Она была Покрыта Суглинком Тут были ворота Ограждена Площадка была Сеткой И не росло Здесь Этих Зарослей Но Поверху Вот Сейчас бы Буйно Цвела сирень А за нею Стояла Лавочка Там вечно Кто-то играл На гитаре Сейчас всё Заросло К счастью Не столь Мусором Как более Такими Кустами Вишни Вот Там стояла Эта Скамейка А тут Находилась Сетчатая же Дверь Калитка В ограде Спортивной площадки Точно Здесь И мы выходили И спускались вниз Когда-то Эта тропинка Здесь И ниже Была укреплена Деревянными Лестничками Этим занимался Художник Из Дома художников По имени Михаил Фомич А тут Мы играли Тут мы играли Тут собирали Собачники Не было Ни этих брёвен Ни этого мусора Было Чистенько И наши собаки Бегали на пригорок И вниз Я кажется Всё-таки Нашёл фиалку Вот оно Вот представьте Некогда Эти склоны Покрытые Ковром Таких Замечательно Пахнущих Фиалок Сейчас Снимая Эти кадры Одновременно Я вижу Другую Собачью Площадку Как бы Переносясь Как бы Переношусь В прошлое И вижу Всё двойным Зрением Склоны Уже Оползли Когда-то Тут были Совсем Крутые Такие Подъёмчики Но Они Сейчас Довольно Крутые След бывшей Тропы Увы Только Уже След Так же Всё Замусорено Раньше Не было Столько Мусора То ли Люди Стали Более Щедрыми Им Не жаль Мусора То ли Ещё Что Но Я забыл Показать Ещё Одну Горку На которой Мы с братом Катались На санках Более Крутую Горку Более Опасную Потому Что Внизу Её Находится И поныне Каменная Лестничка Которая Обледеневала И Съехать По ней Было Весьма Затруднительно Приходилось Сворачивать На обочину Иначе Тряска И поломанные Поперечные Досочки На санках Были Обеспечены Ну Нет Мы не катались Там Мы ехали Вот отсюда Тут было Начало Тут мы Садились И Я не знаю Насколько Камера Показывает Высоту А высота Приличная И мы Ехали По этой Горке По краю Оврага Тут был Трамплин Мы Подлетали Приземлялись Чуть дальше А дальше А дальше Когда мы Проезжали Спортивную Площадку Тогда еще Огороженную Сечь Этим Забором Нас Ожидало Ну Нам тогда Казалось Что это Почти Отвесная Горка И мы На огромной Скорости Даже не Замечая Этих Кленов Великанов Мы Неслись Вниз Чтобы Попытаться Увернуться От Коварной Каменной Лестнички Вот и Оно Опять же Жалкие Остатки И Мы Доезжали По Снежно Ледяному Языку Прямо До Лестнички А там Уже Бастион И Переулок Ну Вот Это Коварная Лестничка И Свернем Туда Я знаю Что я Уже Многократно Снимал Собачью Площадку В разных Ракурсах И здесь Я тоже Проходил Но Почему бы Нет Заглянем Сюда Опорная Стена Задворки Гаражей Любопытно Что там Да ничего Все тоже Что из-за Другими Гаражами Только Мусор Во время Оно В 90-е Годы 80-е Клены Еще Стояли На склоне Они Не лежали В повалку А Тропа Была Столь Свободна Что На ней Мы Быстро Проезжали На велосипеде Изменился Лик Земли А тут А тут Мы Тоже Мы Собачники Тусили Тут Была Как бы Нижняя Площадка Свободная От Зарослей По По Этим Склонам Бегали Резвились Наши Собаки А мы Стояли Здесь И Болтали Общались Дом Художников Белой Громадой Нависает На всей Собачьей Площадкой Можно Конечно Его Не Замечать Так Как же Все Заросло Говорю Вам Тут Была Свободная Площадка А К Спускалась Лестничка И Вот Сейчас Невооруженным Взглядом Эту Лестничку Трудно Заметить И Отсюда С этого Пяточка К спортивной Площадке Поднималась Укрепленная Та самая Укрепленная Тропка Вот Здесь Были Деревянные Ступени Тут Поворот Небольшая Терраса И От Террасы Мы Поднимались Туда На Спортивную Площадку Опять Включим Второе Зрение Слева И справа Должен быть Сечетый Забор И за ним Уже Спортивная Площадка Спустимся Вниз Все Переменилось Упал Лежит Могучий Клен Никто Не поднимет Остается Завершить Наше Путешествие По Нижней Тропе Собачьей Площадки Я помню Раз По весне Я шел Утром Со своей Собакой И было Прохладно И цвела Вокруг меня Вишня И цвела Сирень Барвинок А ведь кроме А ведь кроме Фиалок Тут Тут рос еще И барвинок А вот тут Были пустые И однажды Я проходил С собакой Мимо А из-за кустов Выглянул Сумасшедший С заточкой Он показал Мне заточку Но когда Увидел Мою собаку То Испугался И полез Вверх По склону А вот тут Цвела Цвела Вишня А тут Где я иду По бетону Была Обычная Тропа Вон Стена Иногда Мы спускались Ну мы Ребятня Окрестных Дворов Мы спускались Вниз Было Интересно А потом Поднимались Тут Нехитро И подняться Даже сейчас Сохранилось В бетоне В бетоне Сохранились Такие Приступочки Можно Можно Собачья площадка Или Собачка Весна Год 2018 Восемнадцатый 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 Восемнадцатый